возникают где-то сомнения где-то вопросы во первых о чем говорить а во вторых какой формат то есть это какой-то формат коротких пятиминутных лайфхаков или это формат полноценной там часовой какой-то лекции или это вообще формат не обучающий а вот там про мой лайфстайл бизнес стайл и какая-то история вот давайте я вам задам эти вопросы исходя из того что вы занимаетесь бизнес коучингом вот приходит человек вам например и говорит каким бизнесом не заняться что вы ему скажете ну здесь я в первую очередь когда клиниками приходит я ему рассказываю чем коучинг отличается от менторинга консалтинга и обучения вот и я его спрошу что ему на самом деле нужно ему нужно услышать совет или ему не хватает знаний информации какие-то навыки развить или он лучше хочет понять себя и вот в зависимости от его запроса что ему на самом деле нужно я и буду то есть я если он хочет понять себя и чем действительно ему нравится души заниматься в чем его таланты профессионализм и где могут быть деньги я ему вопросы буду задавать то есть я буду для него коучем предположим ваш племянник приходит к вам и говорит каким бизнесом не занимаюсь хочу заниматься бизнес что вы ему говорите ну так вот просто очень я ему скажу что тем который действительно будет ему интересен по душе и за которой есть скажем так на рынке спрос либо как минимум потребность да то есть за то же за что готовы люди платить и то что нравится ему делать и в чем он хорош я заметил последнее время это инсайд моего прошлого года что вообще вся логика при создании контента это та же самая предпринимательская логика результат эффективных действий предпринимателя это потом деньги назовем так укрыли там клиенты результат деятельности вот контент мейкера это просмотр или же зрители количество борьба за внимание в любом случае борьба за внимание и там и там и когда вы например говорите какой формат то есть вы можете применить ту же логику понимаете тем более вы бизнес коуче то есть вам это абсолютно должно понятно когда вы говорите формат например ну каким бизнесом не заниматься вот вы сказали вы сказали племяннику то что тебе нравится и то в чем есть потребность ну условно ну вот контенте ровно так же сейчас очень уровень успешности очень тяжело оценить потому что именно контента потому что для кого-то мы все в каждой своем бабле живет для кого-то классный инфлюенсер какой-нибудь человек а так может быть что я его вообще не знаю потому что в сфере ваших интересов но не сфере моих интересов даже не интересов а именно потребностей вот видео просмотры видео там или потребление контента что смотрят зрители условно ну если мы говорим ну да то есть опять же изучить в бизнесе все точно так же изучить как в бизнесе есть нишевые ну такие узкие ниши есть более широкие ниши нужно понять только но где нужно понять каналы коммуникации и в себе тоже покопаться естественно потому что все у нас последнее время все упирается психологию до ход бизнес хоть какую деятельность то есть что вам легче всего делать а какие форматы вот если мы говорим про youtube то вот какие то могут может быть я не знаю не совсем владею терминологии там есть это жанры да или еще что то какие есть вот из которых я могу выбрать и примерить вот это мне подходит а это там ну то чтобы я бы посоветовал попробовать себя ну например в интервью потому что оно более понятно сделано что ли а интервью я в какой роли больше экспертный или больше интервьюера то есть вы задаете вопрос первое вы должны сделать на себя всегда как и в бизнесе принципе какие ваши сильные стороны есть так называемые не жанра как сказать ну виды скажем так контента аудио текст и видео если у вас получается прямо писать классные увлекательные посты тексты то вы можете принципе ну долгое время себя не показывать и делать там делать посты если вы не хотите там снимать видео но бывает люди по разным причинам но вы классно говорите у вас классный голос классно излагаете прям завораживающий можете делать аудио но я советую я видел тех кто занимается и аудио и текстом они по все равно переходит к видео потому что люди хотят общаться с людьми и они хотят вот как бы все как бы органы как бы восприятие это там понятно обоняния нету но так или иначе максимальные вот чтобы продвинуть ваш корпоративный бренд если в старое время бренд впереди люди там уже немножко такое опять для для этих для сильно интересующихся для журналистов кто за этим брендом стоит сейчас время когда человек стоит впереди сначала елена лазарева потом бренд она там то есть условный начало тимати а потом у него там black star да то есть поэтому люди хотят общаться с людьми не хотят даже классными очень крутыми брендами ну они хотят вот разговор отвести потреблять контент с людьми поэтому видео я думаю что это долгое время будет самым перспективным видом контента может быть завтра дополненная реальность его поменяет ваше предположение было что лучше начать с интервью да вот что даст мне жанр интервью предположим вот я только начинаю да я вот думаю вообще вот мои мысли интересны или нет вообще от аудитории вот сейчас youtube выкину это что же немножко такой через переступить стресс какой-то свою его да и как то а вдруг не интересно будет вот или хорошо или записал видео вообще youtube это вообще сразу предупреждает очень длинные истории это не мгновенные результаты и так далее интервью чем легче тем что вы условно разделяете ответственность за интересно не интересно с другим человеком и конечно нужно выбирать того человека который интересен конечно то есть если у вас есть например восточные какие-то связи ну например вы знаете какого-то человека которого уже может поделиться с вами там какой-то своей известностью но мне кажется в ваших клиентов есть какие-то бизнесмены на предки если эта тема вашего канала понимаете или, я не знаю, если вы говорите про... То есть в каждой теме есть какие-то авторитеты, так или иначе. И вы с ним разделяете ответственность за то, что интересно или неинтересно, понимаете? Второе – это подкаст. Это почти тот вид формата, который, во-первых, набирает популярность. Во-вторых, не надо сильно готовиться. То есть пригласил интересных гостей и сидите общаетесь. Слушайте, болтайте. Даже как в интервью еще как-то вам нужно раскрыть гостей. А в подкасте даже и не нужно раскрыть гостей. Вы болтайте то, о чем вы хотите. Но только, конечно, в главе как вы думаете, в чем успех тогда подкастов? Почему они интересна аудитория? Есть техническое объяснение тому, что это один из немногих форматов, которые вы можете делать несколько дел. Даже, я не знаю, как вы, но я даже в этих видеоподкастах из YouTube включаю и слушаю. Могу вести машину, аудиокнига. Еще второе – это то, что люди не так много общаются друг с другом. Все такие занятые. Все такие занятые, но потребность разговаривать со своими единомышленниками очень высокая. Если вы там, условно говоря, очень увлечены своим проектом, наверняка вы найдете время с таким же человеком, кто увлечен этим проектом, что вы будете вот так сходу друг друга понимать и друг друга подпитывать энергией и так далее. Подкаст тоже дает такую возможность. Этим надо как бы пользоваться. Тем, что если вы возьмете интересных людей, так же, как в интервью, это отчасти нетворкинг. Позвать людей из другой области. Для меня вообще звучит как еще такой более лайтовый вариант, даже, чем интервью. Потому что интервью надо готовиться с точки зрения и содержания, и истории гостя. Да, но там, видите, там все-таки ответственность за интересность все-таки на вас. Какие я вопросы подготовлю? И вопросы, и все-таки люди, интересные люди, не обязательно интересно будут разговаривать для зрителей на подкасте. Поэтому тут я бы посоветовал все-таки первое это интервью. Потому что если вы возьмете уже человек, который знает, как говорить интересно, на нем ответственность. Людей собрались в подкасте, ну, таких вот интересных тогда. Да, это надо прям звездный состав такой интересный. Ну да, там вопрос организации, кто когда может, кто друг с другом будет раскрываться. Тут есть какие-то моменты. Но интервью и подкасты, я думаю, это то, что первым вы можете это сделать. Если мы говорим плавлог не в таком стиле, все снимать, что у тебя происходит, а вот вы, например, садитесь и рассказываете. Вот, ну, там, во-первых, кто я такая, чем я занимаюсь и так далее. Ну, например, это первое видео на YouTube-канале. Ну, такая визиточка, которую вы ставите во главе и говорите, так и сяк, о чем я здесь буду рассказывать? Буду рассказывать, ну, там, про то-то, про то-то, про то-то. Условно говоря, ваша такая декларация. Понимаете? Этот канал, например, про самую большую страсть в моей жизни, образование и развитие людей. Какая моя мечта? Моя мечта, чтобы в обществе было так можно больше таких людей. Здесь я буду рассказывать, как я шаг за шагом движусь своей целью. Люди любят смотреть, как в прогрессе чего-то добиваются. История, ну, такие сериалы, ну, вот яркий пример Додо Пиццы, да. Да, 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 абсолютно Додо Пицца это то, что делал текст, но потом... Да, потом... Да. Ну, то есть, если влог вот это имеет в виду, влог, то окей. Если влог, который там много, вот как у трансформатора было такие влоги, как там все круто, и то я поехал туда, сделал туда, и вот как прошел мой этот, то можно начать с малого, вот с этого. Вы рассказываете на камеру и так далее. Отчасти это будет вашим дневником. Через неделю вы опять говорите. Были такие встречи, было классно, но знаете, что я поняла. Так как вы методолог, у вас есть дофига классного материала, который вы можете в таком формате рассказывать. Но упаковывать это надо не как лекция. Да, вот что ты делаешь. Через себя, через свою личную историю. То есть, условно, как вчера я с третьего человека... Прямо творчество. Ты сейчас слушаю вас, для меня это прям творчество, да. Такое одно дело, когда ты это рассказываешь как мини-лекцию, да, когда ты через... Вы должны упаковать это. Нет, но в жизни, знаете, и опять же вторая мысль, что в жизни так и происходит, что мы проживаем опыт и ловим свои эти собственные мысли, осознания и выводы. Здесь задача научиться, наверное, приучить себя. Это системно и регулярно транслировать мир. А вы койте к психотерапевту? Ну, больше к коучу, к психотерапевту, если прям в каких-то крайних таких ситуациях. Ну, по сути, вам надо какую-то часть функции психотерапевта переместить вот сюда. Ну, что... Такая саморефлексия такая, да? Да, да, абсолютно. Но такую только надо понимать, что это надо все равно как-то упаковать чуть-чуть, чтобы это интересно было и другим. Но когда вы искренне в этих саморефлексиях, понимаете, не когда вы... Есть такая дистанция, вы тучи преподавателя, вы вот так разговариваете. И в том числе показываете свою иронимость и слабость. Это завлекает. YouTube — это твоя искренность, это 100%. Наверное, это то, что меня... Я сейчас... Инсайты, да, сейчас ловлю. А что... Мои же сопротивления, это же какие-то мои реакции, наверное, на YouTube. Когда я слышу, автор канала, он такой больше в экспертной позиции, и вот он лекцию читает, это же позиция над. Да, и поэтому мне не всегда... То есть я таких слушаю, когда это действительно мне нужна информация, и я действительно понимаю, что мне есть запрос на эту информацию, и тогда я этого эксперта слушаю с удовольствием. А когда, если это дело вот чтобы увлекло меня, мне действительно гораздо интереснее, когда вот эта позиция на равных. Потому что вы сейчас сказали, у меня прямо откликнут, потому что это наша коучинговая позиция. В тренинге я эксперт, а в коучинге я партнер. Я на равных, и я в своей жизни убедилась, что когда мы в такой позиции, намного качественнее результаты беседы, развития и многие другие вещи. И я понимаю, что для меня будет самым лучшим форматом, где я смогу со своей аудиторией быть не в позиции экспертной, а в позиции на равных. Ну, вы, наверное, когда выступаете, у вас есть всякие приемы. Ну, да. Сторитейлинг сам по себе. Например, там, со мной случилось то-то, или с одним из людей случилось то-то. И там всегда есть этот элемент сторитейлинга, проблема... С какой-то идеей, да? Да, проблема ее преодоления. Сторитейлинг без этого невозможен просто. Вот, соответственно, представьте, что человек хочет это видеть. Опять-таки, нужно вспомнить уже присловутый тест на унитаз. Вы не будете каждый раз когда ходить и его смотреть. Вы будете только когда нужно. Когда нужно. Когда нужно, вы прямо на работе его включите, понимаете? Да. А вы должны перейти вот в эту категорию, понимаете? А что с этой Леной случилось дальше? Вот так. Она же, вот, я не знаю, перед большим контрактом поехала туда. Да. Понимаете? В предыдущей серии. Она же так переживала. Ну да, это же, короче, эффект сериала, да. Да, конечно, эффект сериала. Это все, и жизнь, это все про сериал. Понимаете? Люди хотят сериал вообще во всем. Помните, кто-нибудь, вы, наверное, были в такой ситуации, когда кто-то говорил, а помнишь того паренька, да, который тогда-то, тогда-то, сын того-то, того-то, он же там, ну, то-то, то-то. Этот эффект, как наблюдать, как у человека изменилось, что-то, это то, что вы можете дать в любом случае, независимо от ваших навыков. То есть, вы можете рассказать мне, как Елена поменялась за 10 лет, но если вы мне скажете, через 10 лет я хочу быть там, я буду сидеть и смотреть, как вы 10 лет этого добиваете. И ждать, как вы шагаете. Ну, как вы, да, в 2026 году мы будем на платформе. Да, да, совершенно верно, да. Узнаю, да, эти вещи.